Вот так вот 18 мая на стадионе арена Днепр в Днепропетровске братались фанаты различных футбольных клубов Украины. И сейчас мы постараемся по скайпу дозвониться Игорю Львовичу Ливенштейну, который является известным спортивным обозревателем, общественным деятелем и журналистом, который жил на востоке Украины, знает нашу ситуацию и поможет нам сегодня немного поговорить и разобраться в моментах влияния политики на спорт и в обратную сторону. Игорь Львович, вы на связи с Романским Телебачнем Донечины. Вы нас слышите? Я вас слышу. Слышите ли вы меня? Да, да, все хорошо, мы вас слышим. Идей, извините. А видим ли? Да, и видим. Я себя вижу. Там возле меня подушечка фирменная, шаттер. Я готовился. Давайте начнем со вступительного вопроса. Я думаю, в принципе, он никого не вызывает особых сомнений. Ну, вот такое ваше мнение. Насколько влияет политика и на спорт, и вот в обратную сторону, спорт на политику в Украине и вот в нашем регионе, в Донбассе? Ну, это тема глобальная, необъятная. Я не буду говорить вообще о взаимном влиянии спорта на политику и политики на спорт. Это было много-много веков и в древности, и в современном спорте. Вот, если говорить об актуальной, о текущей ситуации в сегодняшней Украине, конечно, прежде всего нужно говорить о футболе, потому что футбол самый популярный, самый массовый в плане сбора людей в одном месте, вид спорта. И, безусловно, некоторые события в контексте последнего времени были напрямую завязаны с футболом, в том числе одесская трагедия 2 мая, которая, как вы знаете, непосредственно предшествовала нападение на шествие футбольных фанатов, причем совместное дружественное шествие фанатов одесского черноморца и харьковского металлиста. И, в общем-то, с одной стороны, может быть парадоксальным образом, а с другой, вполне естественным. Вот эта вот ситуация в Украине, если называть вещи своими именами, это необъявленная война со стороны России, аннексия Крыма, ситуация на Юго-Востоке. Эта ситуация, еще раз повторяю, парадоксальным образом примирила фанатов, которые футбольные ультра, они традиционно являются непримиримыми врагами, их друг друга ненавидят, их традиции предполагают взаимный мордобой, всяческое противостояние и противодействие. Но в контексте, скажем так, общая беда и общий враг сильно повлияли на наших футбольных фанатов, сильно их сдружили. И тот видеофрагмент, который вы показали, то, что вчера буквально, чем завершился чемпионат Украины, многострадальный чемпионат Украины последнего сезона. Кстати, поздравляю Шахтёв с очередной победой, пользуясь случаем. Поздравляю всю Донецкую Торсиду. И вот это взаимное примирение, единение футбольных ультрас, оно негативно уравновешивается как раз обратным, злым влиянием политики на спорт, влиянием и в геополитическом плане. Я думаю, об этом мы поговорим чуть позже. В том смысле, где будут играть донецкие команды, где будет играть наш постоянный чемпион страны, где, в смысле, в каких турнирах, на каких стадионах, в каких местах. И влияние внутреннее, пагубное влияние. Политика никогда не влияла на спорт благотворно. Никогда. Политика – это противостояние, это бойкоты, это срывы соревнований, это санкции, это штрафы, это трагедии. Самые и персональные, и корпоративные, клубные, командные ассоциации, масс болельщиков и так далее, и так далее. Так вот, в контексте негативного влияния политики на украинский спорт и на украинский футбол в частности, ну, можно, кстати, я к футболу сейчас вернусь, я просто хочу сказать, что после аннексии Крыма остро стал вопрос о гражданстве спортсменов наших крымчан, где им выступать, за кого выступать, за российские, так сказать, профильные федерации ассоциаций по видам спорта, за российские национальные сборные. И мнения тут разошлись. Мы знаем, что часть спортсменов в силу разных обстоятельств решили взять российские паспорта и выступать за российские команды, под российским флагом. Часть спортсменов проявила принципиальность, украинский патриотизм и сказали, что бега не будем, за примерами далеко ходить не будем. Те, кто, значит, среди тех, кто взял российский паспорт, легкоатлетка Вера Ребрик, стрелок Артура Ивазян, среди тех, кто категорически отказался, это боксеры наши прославленные, олимпийский чемпион Александр Кусик, Симферополя, или луганчанин Вячеслав Глазков, который сейчас уже вплотную подбирается в супертяжелом дивизионе, профессиональном боксе, к титульному бою с Владимиром Кличко. Вячеслав предпочел забрать семью в Штаты, где он базируется, тренируется. Александр тоже решает организационные вопросы. Ну вот это так, это штрих-картину общую. Теперь к футболу. Ну это относительно вообще спорта в целом, в принципе. Да, это такой штрих-картину влияния политики, конкретно вот на украинский спорт в целом сегодня. Да, вот очень волнующая ситуация с футбольным клубом «Шахтер» в контексте вот этой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, которую уже называют террористической организацией, можно, собственно, с кем же будет играть «Шахтер» и вообще как будет развиваться ситуация с клубом, если все-таки будет продолжаться муссироваться эта тема с ДНР? Очень правильный, очень хороший вопрос, ответа на который сегодня нет ни у кого. Значит, прежде чем заговорить о «Шахтере» и двух других донецких клубах премьер-лиги, кстати, попутно поздравляю с прибавлением в семействе, да, и «Донецкий Олимпик» вышел из первой лиги в высшую, но в не самый удачный час это произошло для третьего донецкого клуба, «Шахтер», «Металлург», «Олимпик». Итак, после событий в Одессе Федерация футбола приняла решение о том, чтобы проводить матчи чемпионата страны без зрителей во избежание повторения подобных событий. Я уже не говорю о том, что ряд матчей сорвался, назначенных, которые должны были состояться в Крыму, потому что некоторые команды отказались категорически ехать или лететь в Симферополь, Севастополь, даже не побоявшись санкций, регламент предполагает техническое поражение со счетом 0-3, но некоторые клубы на это пошли, в частности, Ужгородская Гаверла. Теперь что такое? Во-первых, футбол без зрителей – это абсурд. Во-вторых, матчи на территории Донецкой и Луганской областей отменили как таковые, тут уже дело не в зрителях, а в том, что Шахтер, чемпион страны, последние матчи проводил в Черкасах, там, где он должен был по регламенту быть как хозяин, на своем поле в Черкасах. Это обидно для болельщиков, это унизительно для команды, это грустно для всех любителей спорта, для всех любителей футбола. То есть, клубы Донбасса играли, я имею в виду, премьер-лигу, Шахтер, Металлург, Луганская Зря, Мариупольский Ильичовец, они проводили свои матчи гостевые, точнее, домашние матчи проводили в Киеве, где угодно, но не в Донецке. Это вдвойне обидно, почему? Зачем было строить прекрасный, лучший в стране стадион, Донбасс-арену, для того, чтобы не иметь возможности играть на нем футбол. Кроме того, это цветочки, появились уже плоды, зеленые плоды от УФА. В контексте того, что творится на юго-востоке Украины, УФА, высший футбольный орган Европы, уже принял официальное решение о том, что международные матчи, клубные ли, национальных сборных, на территории Украины будут играться только в Киеве и Львове. Хорош подарок для всех, не только для Донбасса, но и для Харькова, для Одессы, для Днепропетровска. Украина горячая точка, в Украине небезопасно, безопасность гарантирует более-менее Киев-Львов, получите, вот на ваших чудесных аренах Киевра, играйте. То есть, шахтер, который уже обеспечил в который раз выход в Лигу чемпионов, в основную сетку, будет играть домашние матчи? Это если, опять-таки, мы все это говорим со слагательным наклонением, потому что мы не знаем, что будет с нашей страной завтра-послезавтра, к большому сожалению. Так вот, даже при самом оптимальном развитии событий, ближайшую еврокубковую кампанию, шахтер, домашние матчи, будет играть в Киеве, например, да, если вряд ли во Львов захотят лететь. Это очень печально, это очень плохо. Но могут быть и еще более печальные расклады, опять-таки, в зависимости от того, куда вырулит политическая ситуация. Я сейчас не буду об этом рассуждать долго. Во-первых, я не политолог, во-вторых, я знаю не больше, чем все остальные наши зрители. Но алгоритм, в общем-то, не сложен. Понятно, что сама собой ситуация не рассосется, что что-то такое должно случиться, тем более, что ситуация накручивается извне. Это ни для кого не секрет. Из России. Если вдруг как-то, я не знаю, станут звезды, что Путин встанет не с той ноги и даст отбой своим янычарам, и тогда что-то как-то начнет раскручиваться в обратную сторону, пока же этим не пахнет. И вам это, наверное, лучше известно, и вы это лучше чувствуете там, в милом моему сердцу, Донецке, в Донецком регионе. Так вот, если все вдруг одномоментно вернется на место, как оно было, ну тогда как бы и проблем нет. Можно играть где угодно, можно играть в чемпионате Украины, можно играть в международных турнирах, Еврокубках, все хорошо. Но так же не бывает. Оптимально не бывает. Начинаются варианты. Ну, говорить о каком-то самостоятельном спорте Донецкой Народной Республики, я понимаю, что в Донецкой Народной Республике есть свои министры, и у Луганской тоже, и все мы их видели даже в разных позах на мосту. Но назвать себя министром и побежать грабить банк, это еще не значит организовать жизнь на территории, в том числе спортивную жизнь. Безусловно, никакого места на спортивной карте Лугандонии, простите за выражение, знаете, такой интернетовский, сленг, он звучит, может быть, несколько скабрезно, и может быть обидно, но остроумно с другой стороны. И самостоятельной спортивной жизни быть не может. Основание для того, чтобы включиться в спортивную жизнь России, по образцу, например, как преднестровский шериф играет в чемпионате Молдовы, или как были какие-то разговоры, что якобы футбольные клубы Крыма интегрируют, ну это же Россия теперь, да, Крым наш, а раз Крым наш, значит, пусть наши крымские команды играют в нашем российском чемпионате, где их, извините, не ждали. Лиги не резиновые, есть определенные лимиты, есть требования финансовые, организационные и так далее, по которым крымские клубы где-то в третий дивизион попадут в чемпионаты России. Это отдельная песня. Шахтер – команда экстракласса. Все мы прекрасно знаем, это лучший клуб Украины, это лучший клуб по всем параметрам, организационным, по клубной инфраструктуре, по постановке всех абсолютно вопросов, включая там скаутинг, подготовку детей, юных футболистов. И что? И этот клуб должен что? Висеть между небом и землей, не иметь возможности играть на своем великолепном, дорогущем стадионе. То есть получится что? Стадион нужно содержать, это очень дорого. Я прекрасно знаю Донбасс-арену, знаю ее коллектив, знаю ее условия. И мне трудно себе представить, что Ренат Ахметов, главный бизнесмен страны, умеющий считать деньги, и он воспримет спокойно такую ситуацию. Это не просто удар, это нокаут. И в то же время выход как-то искать, это вопросы, конечно, к президенту Шахтера. Но картина, извините, что я говорю вещи нерадостные, неприятные, но не вижу других. То же самое в меньшей степени, в меньшем формате, но абсолютно те же проблемы будут испытывать и Металлург Донецкий, Метадон, и вот новобранец, дебютант украинской премьер-лиги Олимпик. Если, конечно, все будет так нормально, что у нас и чемпионат начнется в невысеченном виде, и тот же самый Олимпик получит возможность свои спортивные амбиции реализовать и играть в высшем дивизионе украинского футбола. Потому что в межсезонье может быть что угодно, вплоть до переформатирования формулы, по которой разыгрывается чемпионат Украины. Об изменении возможного регламента говорят много, говорят открыто, рассматривают самые разные варианты. Есть опыт разных стран европейских, есть высшие лиги на 10 команд, которые играют в 3 или в 4 тура. То есть насыщенный календарь, нормальный чемпионат, с интригой и так далее. Но вот там не столько команд. Но это уже более спортивный такой вопрос. Тоже в нашей ситуации завязаны на политику и на экономику, но спортивный. А будущая, собственно, команда Донбасса, прежде всего Шахтера, конечно, не хочу умолить достоинства остальных команд, но Шахтер это наш мегаклуб, это ведущий клуб, чемпион многолетний, стабильный, с прекрасным будущим. То есть он не собирается сдавать свои позиции. И получить вот такое вот для себя, вокруг себя, это очень большой вопрос, который мы без удовольствия, но с интересом адресуем президенту футбольного клуба «Шахтер». Да, вот, кстати, по поводу футбольного клуба «Шахтер», когда разговор заходит о футболе и о политике, и о Донбассе, естественно, всплывает Шахтер, всплывает Ренат Ахметов. Почему вот всегда разные могут быть отношения к Ренату Ахметову со стороны других политиков? А сейчас очень, и со стороны экспертов, и со стороны других политиков, очень такие высказывания не очень позитивного характера в его сторону относительно там спонсирования сепаратистов и связи с ними и все прочее. Почему все равно, как бы то ни было, вот в ложе Ахметова на Донбасс-арене появиться, считают, очень выгодны многие политики? Как бы то ни было. Ну, это статусность, прежде всего, это престижно, это почетно, и кто бы как не отзывался, не говорил, не давал какие-то оценки прошлому, настоящему и будущему Рената Ахметова, но то, что это фигура гигантского калибра в украинских масштабах, это объективно, этого не отнять, и поэтому ничего удивительного в том, что его ложе на Донбасс-арене можно увидеть, и можно будет увидеть, и спортивных, они же и деловые функционеры Украины, политики, кто угодно, звезды шоу-бизнеса, тут как раз удивительного нет ничего, это и традиция, это и престиж, а у собственно поведения Ахметова в сложившейся ситуации, его роль, что он думает, что он мог бы сделать, чего он не делает, что он делает, о чем он говорит, и о чем он не говорит, об этом очень много, это обсуждают, анализируют, я только скажу, что, конечно, очень картину, мало того, что, ну на мой любительский взгляд, Ренат Леонидович действительно запутался и не предполагал, что ситуация станет развиваться таким образом, что она перестанет быть управляемой, что она пойдет совершенно в какой-то в разнос, и я убежден, что он меньше всего заинтересован в хаосе, меньше всего заинтересован в бардаке, в крушении экономики, в восстановке предприятий и в том, чтобы Шахтер играл важнейшие матчи не в Донецке, это для меня абсолютно очевидно, но как разрулить ситуацию, я боюсь, что он не знает, а собственно не знает и никто, а я хотел сказать, что крайне невыгодный нюанс для Ахметова создает своей деятельностью его как бы коллега по олигархии и по футболу, я имею ввиду Игоря Коломойского, который возглавил Непропетровскую область, навел там порядок и прекрасно себя чувствует, и все его считают спасителем Отечества, но я понимаю, я не просто понимаю, я знаю, я сам из Запорожья, большую часть жизни я прожил в Запорожье, я волею судьбы два года жил и работал в Донецке, я работал в Непропетровске, я имею представление о специфике региона, и конечно, Днепропетровщина это не Донбасс, и задачи, которые нужно было решать Коломойскому у себя, они, в общем-то, проще, они менее сложны, чем вызовы, которые стали бы перед Ринатом Ахметовым, если бы он, например, решил возглавить административно Донецкую область. сам высказывался по этому поводу, у него было недавно интервью для ЛБЮ, для Левого берега, и вот в интервью Левого берега мы тоже так задали вопрос, что у вас же ситуация была совсем другая, сейчас вы получаетесь на волне того, что ситуация разная, выплыли так, очень выгодно и красиво, а на самом-то деле, ну он сам согласился как бы с тем, что ситуация в Днепропетровской области и в Донецкой, она очень была разная, и что вот сравнивать как раз то, что Ренат Леонидович не может здесь ничего сделать, а вот Коломойский сделал, это тоже неправильно. Неправильно, да. Я сразу оговорю, что я даже не сравниваю, любое сравнение хромает, как учил нас великий Ленин, но сам фактор, этот феномен Коломойского, он в любом случае бросает на Рената Ахметова невыгодный свет. Ну вот тоже, по поводу невыгодного света и неконтролируемости каких-то процессов, которые, в принципе, по мнению экспертов, Ренат Леонидович должен полностью контролировать. Вот ультра с шахтера. Как мне, как жителю Донецка, было немножечко непонятно их решение выйти изначально вообще защитить майдановцев, которых здесь у нас в Донецке активно били там тетушки и в дальнейшем поддерживать. Это, и да, кстати, тоже было немного непонятно, вот то, что все футбольные фанаты решили так сплотиться под идеей соборности единства Украины и на все вот эти моменты расприи между ними, забыть об этом. И вот, ну так, очень изменилось, трансформировалось мнение людей и отношение их к ультрасам. Вы как считаете, вот действительно изменилось в контексте этих событий отношение не только между ультрас, между фанатами футбольными, но и к ним самим? Отношение к ним, да. Я понял Ваш вопрос. Я специально не думал об этом, но постараюсь как-то принятно порассуждать. Смотрите, стадионы у нас большие, да, они вмещают десятки тысяч мест. И, естественно, мы говорим о фанатах, об ультрас. Ультрас – это небольшая часть зрительской аудитории. Это не те волны, не та масса болельщиков, которые заполняют трибуны, особенно в Донецке на хороших матчах. Ультрас – это традиционно сообщество протестное, сообщество нонконформистское, заточенное на противостояние и со своими коллегами из других клубов, и с органами правопорядка. Это же тоже вечное вечное противоречие. Нужно, как это, Акад, да, All Cops are Bastards, лозунг наиболее радикальных фанатов. И, очевидно, есть, ну не очевидно, совершенно очевидно, есть корпоративный такой дух, именно дух сопротивленчества. и как бы эта гипотеза, но мне кажется, что она близка к истине, что в реалиях Донецка, хотя, с другой стороны, конечно, ультраскиевские, да, они не не выступают с провосточными лозунгами в Киеве, но, тем не менее, вот, видите, в Донецке реализовался этот протестный нонконформистский дух, сублимировал вот в поддержку преследуемого меньшинства, да, по донецким реалиям, это именно патриоты Украины, там, люди, которые чтут национальную символику, украинский язык, и это очень благородно, это по-спортивному, кстати, сказать. Ну, я оцениваю это позитивно, на самом деле позитивно, даже, может быть, если, да, конечно, безусловно, я не верю в какую-то конспирологию, что это там приехали из Америки шпионы бандеровские, да, и замутили голову бедным нашим хорошим фанатам, и толкнули их на такое неподобство, как защищать тех, кого преследуют и бьют, а они сами, они сами те, кого преследуют и бьют, вот, наверное, ключ простой, и когда они видят, что какую-то группу людей травят, травят, большинство, причем большинство же, это вы же сами понимаете, что там за люди, да, какие у них, лица, хари, рожи, поведение, вот, так а что бы не заступиться, все-таки ультрас, закаленные в боях, в махачах, так что это такое дело, на которые умеют обращаться, там, и с фаерами, и с петардами, и с геннадой, с дубинками, бутылками, так что, это даже и не удивительно, возможно, была бы, да, опция такая, что наоборот, футбольные фанаты, футбольные хулиганы, наоборот, могли стать авангардом, неприглядных каких-то политических сил, а вот не стали, и это большой плюс. Они, наоборот, как-то стали авангардом вот этого единства, и как-то трансформировалась в такой, ну, как мне кажется, взгляд вот из Донецка, например, к ультрас-шахтера, там, до этих всех событий, и после, сейчас как-то, ну, вот вся страна так смотрит на них, как на какой-то, ну, пример для подражания, вот даже эта песня про Путина, которую исполняли, она очень стражируется, сейчас очень популярна, и вот как-то само отношение к ультрасам вообще всех людей, по-моему, изменилось. Я вам скажу по-простому, я скажу по-простому, мне случалось об этом писать неоднократно. Спорт, особенно спорт больших достижений, спорт не для быдла, спорт не любит быдлячество, быдло не достигнет высот спорта, если даже чего-то там случайно пробьется, не удержится на высоте. И точно так же, как бы, болельщики, настоящие, спортивные, для которых важен спортивный дух, они тоже не быдло. А быдло это именно то, что называется гопота, которые не думая, потому что не способны думать. Вот сказали, нас не слышат, нас не видят, придет Россия, Путин придет, порядок наведет, а те козлы, бандеровцы, пошли их замочим. А лучше всего пойдем кашу ломанем, если сами вовремя не рассчитаются. Вот это ход мыслей гопоты. А футбольный фанат совсем не обязательно гоптик. Там могут быть и кандидаты наук. И есть. Я не хочу, упаси, не хочу сказать, что футбольные хулиганы это сплошь, академический цвет нации. Но то, что это действительно не примитивное быдло, которое продается, продается участие в митинге 500 гривен в день, а если с оружием, то 500 долларов. Футбольные фанаты нет. Они фанаты по призванию. Уже никто не говорит, пошли любить тот или иной клуб. Вот так вот. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но постарался порассуждать вслух честно. Знаете, вот здесь еще такой тоже интересный момент. Один из моих друзей, который очень любит футбол, высказывал мнение по поводу того, что футбол на самом деле сможет стать какой-то такой национальной идеей украинской. Это что все, ну очень многие любят этот спорт и, как показала практика, он может, имеет в себе как такую глобальную возможность объединять на почве футбола, на почве спорта. Как вы думаете, возможно ли такое вот воплощение в жизнь в контексте того, что мы видим вот с фанатами, как они сдружились как бы и смогли отставить на задний план все свои какие-то там стычки и моменты. Может ли это стать каким-то объединяющим фактором в дальнейшем для нашей страны в целом? Честно говоря, я не думаю, что это может стать именно таким системным выходом из ситуации, в которую мы попали, но то, что это на эмоциональном уровне, это очень позитивно, это очень здорово, и это площадка, да, это платформа, в общем-то, для каких-то, по крайней мере, для какой-то хорошей пропаганды. Мы очень много говорим о том, что наше большинство населения в Украине мира не видело, почему так легко манипулируют людьми и особенно легко манипулируют на Донбассе, потому что люди никуда не ездили, дальше Мелекина, они же мир не видели. Вот это самодостаточность и незнание того, как живут люди, как они вообще могут жить. Вы же понимаете, когда человек кроме своего барака ничего не видел, то соответствующая система представлений, ценностей, приоритетов и так далее. Футбольные болельщики, они по определению ездят, они хоть что-то видят, потому что они ездят за любимой командой, поболеть за нее там или сям. Ну и попутно они же могут покрутить головой, увидеть какие-то красоты и достопримечательности и Киева, и Харькова, и Львова, и Одессы, Днепропетровска. А если кто-то в Ужгорода доедет, так уж вообще Европу посмотрит. Вот, поэтому, наверное, тоже этот момент присутствует. Все присутствует. Знаете, как в жизни же ничего нет в чистом виде, и в любом явлении присутствует масса составляющих, вопрос в их пропорции. Вот, может быть, ну какой-то, я говорю, что позитив, безусловно, принесет вот это вот примирение, единение братства футбольных фанатов. Это большой позитив. Но если цена этого позитива, то, что происходит, так по мне, лучше бы они дрались друг с другом, но лишь бы не было войны. Спасибо большое за все ваши комментарии. Я надеюсь, мы еще пообщаемся, будем приглашать вас в наши эфиры в дальнейшем. Я напоминаю нашим зрителям, что в эфире Громадского Телебачения Донеччина был Игорь Львович Ливенштейн, известный спортивный обозреватель, общественный деятель и журналист. Спасибо большое, Игорь Львович. Спасибо вам. Всего доброго. Удачи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин